Итоги Всероссийского съезда сельских учителей обсудили сегодня в Маргаушской школе. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, на дискуссионных площадках поднимались проблемы, вопросы успешно решить, которые можно только совместными усилиями педагогов и органов власти всех уровней. Школа должна соответствовать современным требованиям, независимо от того, сельская она или городская. Каждый ученик имеет право на качественное образование, и педагоги с этим справляются. Количество победителей Олимпиад растет с каждым годом. Все больше школ республики входят в списки лучших. Со своей стороны правительство Чувашии готово поддерживать учителей-инноваторов. Для них учреждены различные гранты и премии. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений тоже задача властей. Сегодня треть бюджетных расходов на отрасль образования, и в каждом муниципалитете видны результаты этой работы. Мы активно участвуем во всех федеральных республиканских программах в этом году. Также было освоено более 13 миллионов рублей на подготовку образовательных учреждений к новому учебному, в том числе с местным бюджетом, более 6 миллионов рублей. Нам удалось два спортзала отремонтировать. В пяти образовательных учреждений до конца года еще в двух образовательных учреждений необходимо завершить работу по созданию благоприятных условий по санитарно-гигиеническим помещениям. То есть эта работа продолжается. Но, конечно же, мы активно работаем по энергосбережению. В этих целях за последние годы построено 6 блочных модерных контейнеров. В этом году еще одна будет построена в Светро-Канцинской средней школе. Но стараемся поддерживать все образовательные учреждения в должном уровне, чтобы наши дети учились в комфортных, хороших условиях. Насущные вопросы обсуждались и в Цивильске. Работники предприятия СТЭД поинтересовались, когда будет завершено строительство моста в Цивильске. Глава администрации Цивильского района Александр Казаков рассказал, что строительство завершится к 2017 году. Также обсуждались вопросы организации пешеходных дорожек, ремонта дворовых территорий и многоквартирных домов. Михаил Игнатьев посетил Цивильскую районную больницу. В детском отделении недавно прошел ремонт. На капитальный ремонт был направлен на более 4 миллионов рублей. В отделении размещены 8 палат для совместного пребывания детей с родителями, процедурная, ингаляционная, современными небулайзерами и другие необходимые помещения. Но без замечаний не обошлось. Они касаются благоустройства территории, ненадлежащего состояния ряда корпусов, заборов, водостоков, необходимости отремонтировать дороги на внутренние территории больницы.